Капитальный ремонт, дорожное строительство, образование и поддержка семей мобилизованных. В Усть-Куте состоялось выездное заседание регионального совета Иркутской области под руководством губернатора Игоря Кобзева. В совещании приняли участие главы 40 муниципальных образований, члены правительства, законодательного собрания и представители профильных министерств. Подробности у моих коллег. Региональный совет Иркутской области – это одна из главных площадок, где обсуждаются проблемы, актуальные практически для всех муниципалитетов при Ангаре. В этот раз заседание рексовета состоялось в Усть-Куте. Один из главных вопросов касался реализации национальных проектов, в частности, безопасной и качественной автомобильной дороги. По итогам заседания было принято решение разработать единую концепцию развития дорожной сети. Участие в работе над документом примут главы муниципалитетов. Они опять создают такую рабочую группу, которая сегодня формирует подходы опорной сети развития федеральной, региональной, муниципальной. И дальше отдельно мы проговорили, что будем делать с отдаленными поселками. Это тоже проблема номер один. И мы с мэрами здесь должны вырабатывать тот баланс, который должен не останавливать работу на тех объектах, где мы для себя взяли обязательства. С стороны федерального бюджета у нас все-таки финансирование идет и федеральное. Но и в то же время не забывая о тех проблемах в отдаленных территориях, где сегодня проживают люди. Еще один важный вопрос касался капитального ремонта школы. Эти работы также осуществляются в рамках федерального проекта. Игорь Кобзев призвал мэров не затягивать с завершением строительства, вовремя оформлять документацию для отбора на новый цикл проекта. Необходимо сохранять текущий темп, чтобы получить аналогичное финансирование уже на следующий год. Нижнеудинский район не остается безучастным. И мы вступаем в программы по капитальному ремонту образовательных организаций. И не менее важен вопрос подбора кадров для образовательных организаций. И данный вопрос также был рассмотрен. Как отметили участники регионального совета, заседания в выездном формате представляются им наиболее эффективными. Помимо того, что это позволяет наладить живое взаимодействие между органами власти, это еще и дает возможность подробно изучить опыт муниципального управления принимающей стороны. Вопросы фактически у нас все одни и те же. И эта площадка позволяет нам обсуждать с правительством, законодательным собранием, с узкими специалистами определенные направленности эти вопросы и решать положительно. Игорь Иванович нас поддерживает в этом направлении. Ну это хорошо, это радует. Ожидается, что следующее заседание регионального совета состоится в зиме. В следующем году этот город отметит 100-летний юбилей. Александр Бычков, Руслан Ульмасов. Местное время.